ЕГЭ профиль задание номер один. Но вначале как обычно приглашаю всех на наш новый семейный канал, где я сегодня учил жену готовить вкусный обед. Кому интересно ссылка в описании. Из круга вырезали концентрический с ним круг, площадь которого составляет 81% от площади исходного круга. Какой процент от радиуса первоначального круга составляет толщина кольца? Вначале покажем исходный круг. Обозначим радиус этого первоначального круга, например, через r1. Вот таким образом. И учитывая то, что нам понадобится площадь этого первоначального круга, сразу найдем его площадь. То есть s1, площадь первоначального круга, будет равна πr1 в квадрате. Из данного круга вырезали концентрический с ним круг. Концентрический это значит вырезали круг, центр которого совпадает с центром первоначального круга. Так вот вырезали концентрический с ним круг, площадь которого составляет 81% от площади исходного круга. То есть площадь будет меньше исходного, а это значит второй круг лежит внутри первого. И как я уже сказал, центры этих кругов совпадают. Покажем этот второй круг. Пусть радиус второго внутреннего круга равен r2. И сразу найдем его площадь. Тогда площадь второго круга s2 будет равна πr2 в квадрате. По условию площадь второго круга составляет 81% от площади первоначального первого круга. Это значит s2 будет равно 0,81 от s1. Подставляем вместо s2 πr2 в квадрате равно 0,81 умножить на πr1 в квадрате. Сокращаем на π. Получаем r2 в квадрате равно 0,81 умножить на r1 в квадрате. Извлекаем квадратный корень из левой и из правой части нашего уравнения. И учитывая, что r1 и r2 строго больше нуля, получаем зависимость вида r2. Равно 0,9 умножить на r1. То есть в итоге мы нашли зависимость радиусов наших кругов. Возвращаемся к условию задачи. Какой процент от радиуса первоначального круга составляет толщина кольца? Толщина кольца, обозначим ее через Δr, равна разности r1 минус r2. Покажем ее на рисунке. Вот она. И теперь нам необходимо найти отношение толщины кольца к радиусу первоначального круга в процентах. То есть нам нужно найти отношение Δr к r1 умноженное на 100%. Подставляем вместо Δr разность наших радиусов и находим то, что нам нужно. r1 минус r2 нам необходимо разделить на r1 и умножить на 100. Все это мы ищем в процентах. Почленно можно разделить каждое слагаемое в числителе на знаменатель. В результате чего получаем единица минус r2 разделить на r1 и умножить на 100. И вот теперь мы сможем использовать нашу зависимость r2 от r1. То есть вместо r2 мы можем подставить 0,9 r1. Подставляем единица минус 0,9 r1 разделить на r1 и умножить на 100. Сокращаем на r1 и получаем единица минус 0,9 умножить на 100. То есть 0,1 в результате в скобках получается. Да еще умножаем на 100. Получаем 10%. Пишем ответ. 10. Задача решена. Кому решение понятно ставьте лайк и не забудьте зайти в гости на наш семейный канал. Продолжение следует...